Новых займов и полной неопределенности с отпуском и стюрьмы на лечение в Германии Юлия Тимошенко правительство верстает госбюджет на будущий год. В субботу премьер Николай Азаров сделал заявление, что госбюджет будет зависеть от переговоров с Международным валютным фондом и Россией. Кто больше даст, что ли, такая вот независимость. В тот же день, то есть буквально вчера к обеду, вдруг пресс-клуба президента Украины распространяет странную новость. Мол, Янукович срочно летит в Россию в субботний вечер. Сообщение тут же разносит информационное агентство, например, Интерфакс и украинские сайты. Подробности, впрочем, нет. Разве что одно уточнение. Стороны обсудят вопросы торгово-экономических отношений Украины и России накануне саммита Восточного партнерства, который состоится в конце ноября в Вильнюсе. Вроде сенсация, но с другой стороны, Янукович, что неожиданным образом, уже пролетал к нам в Сочи ровно две недели назад. Встречался с Путиным. Результат не объявлен, но можно говорить об ощущениях. Пятичасовой разговор с самым влиятельным человеком мира оказался столь сильной таблеткой, что интеграция Украины в ЕС, похоже, потеряла ТЭП. Могла обманываться, но ведь оппозиция в Киеве тоже это заметила и протестует. Теперь главный интегратор на Запад вдруг вновь засобирался на Восток. Да неожиданно пропал. В Москве не объявлялся, а с Киевом как бы простился. Так где Янукович? Последнее сообщение на официальном сайте президента Украины.